Уже в конце сентября дети погибших защитников Отечества начнут получать дополнительную социальную поддержку. Напомним, в августе этого года, благодаря закону, принятому законодательным собранием Челябинской области, этой категории южноуральцев, наконец, был присвоен официальный статус. Он будет подтверждаться выдачей удостоверения и сопровождаться списком льгот, получателями которых только в Магнитогорске станет около 4,5 тысяч горожан. Своего отца Ольга Сергеевна Леонова никогда не видела. Мать была ею беременна, когда главу семейства забрали на фронт. А когда настала пора рожать, пришла похоронка. В детство было холодным и голодным, вспоминает Ольга Сергеевна. Матери надо было поднимать пятерых ребятишек, поэтому даже долгожданная победа не принесла облегчения. Пережито было много, и очень важно, что власти региона смогли это понять и обеспечить материальную поддержку хотя бы в старости. Люди радуются, как-то с чувством удовлетворения принимают все это. Она в моральном плане нужна была. Мы как-то были сироты, сироты. И пришедшие с войны, у них были отцы в семьях, а у нас отцов не было. Официальный статус детей погибших защитников Отечества позволит этой категории граждан претендовать на разные виды дополнительной социальной поддержки. Данный статус позволит раз в три года за счет средств областного бюджета посещать места захоронения погибших на местах Великой Отечественной войны внеочередное преимущество при зачислении в дома интернаты и получении ежемесячной денежной выплаты в размере 500 рублей. Стоит знать, что претендовать на эти деньги смогут только те, кто не получает ежемесячных денежных выплат по иным основаниям. Управлением социальной защиты населения администрации Магнитогорска уже проведена работа по выявлению таких граждан. Их оказалось около 270 человек. После подачи заявления первые выплаты пожилые люди смогут получить уже в конце сентября. А вот выдача официальных удостоверений начнется только после 1 января 2017 года.